Двойной удар на Спорт.ФМ Добрый вечер, друзья. Спортивный уикенд выдался на славу огромное количество интереснейших событий, за которыми мы с Романом Мазуровым пристально следили и которые очень хотим обсудить вместе с вами. И для того, чтобы обсуждение было более качественное, интересное и насыщенное профессиональными комментариями, мы пригласили в нашу студию профессионала, который эти комментарии будет выдавать в прямом эфире. Верно, совершенно точно. Дорогие друзья, в студии Спорт.ФМ заслуженный мастер спорта по кикбоксингу, многократный чемпион мира Зураб Фраян. А включите, пожалуйста, Зураб Фраян, чего не слышно. Скажи, пожалуйста, еще что-нибудь. Привет. Вот, молодец. Все, всем здравствуйте. Все получилось. Отлично. Ура, Зураб в эфире. Да, дорогие друзья, нам и нашему другому гостю жизненно необходимо задавать вопросы. Это можно сделать следующими способами. У нас есть смс-портал 5533-словоспорт в начале сообщения. Вайбер, ватсап доступно 925-4-2-93-2. Но, конечно же, живой голос, сердце умилее и приятнее посему. Звоните 499-60-60-93-2. Также у нас есть группа ВКонтакте, Спорт.ФМ двойной удар, туда пишите. И наша группа ВКонтакте двойной удар, туда тоже пишите. Да, друзья, и давайте сразу же обозначим те темы, о которых хотелось бы сегодня поговорить. Конечно же, это бой Василия Ломаченко, потому как Василий уже вписал себя с золотыми буквами в зал славы мирового бокса. Во-вторых, хотелось бы, конечно же, обсудить бои UFC, которые Роман Мазуров блистательно комментировал практически весь уикенд, не отрываясь от монитора. В-третьих, был турнир в городе Челябинск, где наш дорогой друг Владик Демин выиграл второй бой в карьере по кикбоксингу. Вот начнем с этих тем, друзья, но вы к нам присоединяетесь и задавайте ваши, как говорит Роман Мазуров, вопросительные вопросы, и мы будем давать отвечательные ответы. Совершенно верно. Итак, Василий Ломаченко победил Хорхе Линареса, победил нокаутом в 10-м раунде, но при всем при этом сам побывал на Канвасе. Впервые в карьере, но нокдаун не выглядел тяжелым. Тем не менее, Хорхе Линарес показал, что и с Василием Ломаченко тоже можно боксировать. Зура, ты смотрел? Да, смотрел. Очень понравился этот бой. Очень техничный. Линарес действительно подготовился, как на левшу работал. Справа начинал, справа заканчивал и подловил. В тот момент, когда Василий Ломаченко чуть-чуть заигрался. Причем, если помнишь, Зура, я думаю, наши слушатели также прекрасно помнят, была атака Василия Ломаченко, он выкинул джеб, и в этот момент, уже когда Василий был слегка на отходе, он оттягивался. Вот в этот момент было очень точное попадание правой сильнейшей рукой Хорхе Линареса. Василий Ломаченко оказался на Канвасе. Вот скажи, пожалуйста, а почему он не оказался в нокауте, а только лишь в нокдауне? Потому что, скорее всего, когда он попадал ему, он немножко уже предугадал этот момент, чуть оттянулся, плюс получилась дистанция, он не так близко подошел, не такой акцент был удар Линареса. Он даже не ожидал Линареса, что он упадет. Он просто выкинул этот удар и попал точно в цель. Называется тайминг, да? Да, в тайминг. Просто попал он. Ага. Вот и, кстати, отец Василия Ломаченко, блистательный тренер Анатолий, я читал целую выборку из тех фраз, которые он говорил своему сыну в момент боя. И, как выяснилось, Василий Ломаченко, несмотря на то, что все его поединки выглядят, в общем-то, идеально практически, в этом бою был не совсем дисциплинирован. Потому что мы-то знаем прекрасно, что Левше необходимо, опять же, он стоит в правосторонней стойке, ему необходимо заходить за переднюю ногу соперника и закручивать в правую сторону. Но при всем при этом Василий Ломаченко периодически позволял себе выходить в левую сторону, как раз под правую руку Хорхе Линареса. И Анатолий Ломаченко говорит ему, зачем ты это делаешь? Что происходит вообще? Ну да, заигрался, заигрался Вася, но он может... Может себе позволить. Да, он может себе позволить. Но он может себе позволить, но, наверное, все-таки не с такими оппонентами, как Хорхе Линарес. Хорхе Линарес, во-первых, это следующая весовая категория, по-моему, это 61 килограмм. Во-вторых, это чемпион мира. В-третьих, мужчина, обладающий скоростью и качеством удара, что он, собственно, и показал. Я согласен. Поэтому вот все эти танцы в присядку вокруг Хорхе Линареса, ну, наверное, это немножко странно. Да, я тоже, я с вами согласен. Ну, так получилось, как получилось. В принципе, после нокдауна он не растерялся, он свою работу знал. Его Линарес встретил, он потом это все понял, переосмыслил и стал заново по-другому боксировать. И уже сам вытягивал на себя Линареса. Линарес не успевал за ним, он постоянно его закручивал. И, ну, я думал, если честно, легче бой сложится. Я думал, после третьего раунда уже, ну, преимущественно. Да, не так, я думал. Да, дорогие друзья, напомню, что Зураб Фараян в студии Спорт.ФМ. Пожалуйста, сдавайте ему свои вопросы. И нам, в том числе, заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу. Вайбер, ватсап, 925-4-2-93-2. Но, конечно же, лучше звоните. 499-60-60-93-2. Сегодня говорим о боксе, будем говорить о боях смешанного стиля. Обязательно поговорим о кикбоксинге, потому что там тоже есть весьма и весьма любопытные и интересные новости. Да. После боя Василий Ломаченко вместе с отцом Анатолием Ломаченко получили заслуженные награды. Награды нашли героев. Ну, это, мне кажется, что само собой разумеющийся факт. А вот что, в принципе, будет дальше? Василий Ломаченко останется в этой весовой категории или в 61 килограмм, или вернется в свою категорию, немного опустится ниже. И вообще, с кем ему теперь еще дальше драться? Для меня, я вот думаю, идеальный вариант был бы, если бы он с Гарсией, с Майки Гарсия выступил бы. Это как раз та же самая весовая категория, но другая версия. Да, версия. Но Майке Гарсия предстоит тоже очень-очень интересный бой против товарища Истера, того самого, который в свое время победил Дениса Шафикова. Ну, нет, победил-то он, может быть, и победил, да, тут как бы дело такое. Но одна из судей, причем это была одна из судей, да, Зураб? Как обычно это было. Это была именно женщина, насколько я помню. Она выставила оценки просто вот чисто по-женски, видимо, Истер ей понравился больше, чем наш Денис. 12-0 по раундам выставила. Хотя там была бойня, ну просто дай бог каждому, там Шафиков зарубался, как в последний раз. Ну, в общем, как и всегда он это делает. Да, как всегда он воин. Да, и шел вперед, и этот Истер огромный, длиннорукий, работал вторым номером, и Шафиков пытался его настигать, и 12-0 ставит, девочка. Ну, вот в какие-то ворота вообще. Ну, были прецеденты, когда вот у барышень спрашивали, а почему вот такое решение? Она говорила, слушайте, но он все равно выиграл, а мне этого так жалко было, поэтому я отдала ему победу. Я хочу сказать, что я не раз замечал про эту, ну, про эту судью. Она много раз ошибалась, много раз, ну, как-то ее терпят. Ее не просто терпят, они от нее не могут избавиться, потому что если ее тронут, то там встанут... Это сексизм? Да, встанут на дыбы все эти женские комитеты, все эти, знаешь, вот с большей ведьм они там все слетятся, и устроят шабаш такой, да, и мало не покажется никому. Ни одной боксерской организации, вот их легко там всех позакрывают и засудят и обанкротят. Ну, да ладно, а вот что касается Майки Гарсия, надо вспомнить, что он не так давно победил нашего дорогого друга, с которым Зура хорошо знаком, а именно... Сергея Липенца. Да, да, совершенно верно, причем Сергей Липенец показал очень достойный бой, приятно было смотреть, да, но Майки Гарсия, есть Майки Гарсия, человек, который укладывает практически всех своих соперников. Саша, Сергей-то тоже укладывает, он нокаутер. Ну, Сергей тоже обладает ударом, да. Вот давай Зуру спросим, ты, Зура, наверное, с Сергеем был хорошо знаком еще по сборной, когда выступал по кику сам Сергей Липенец. Я всегда знал, что Сергей, в общем, качественный нокаутер такой, обладающий, хорошо поставлен именно ударом с рук, он всегда тяготел к боксированию. К боксу, да. Да. А вот как ты думаешь, что не получилось в бою с Майки Гарсией у Сергея Липенца? Мне кажется, если бы чуть попозже этот бой состоялся, когда бы он чуть больше опыта набрал именно с такими бойцами, как в конюшне, которые Гарсия находятся, с такими топовыми, мне кажется, он смог бы выиграть Гарсию. Через годик, через два он, мне кажется, сможет выиграть. У него есть характер, есть удар, техника у него колоссальная, он хорошо смотрелся в этом бою, мне он очень понравился. Единственное, ну, когда пропустил этот удар, там тоже на встречных курсах был, чуть поточнее бы, если бы он был, может быть, и Гарсия бы упал. Ну да, ну это бокс, там бьют, знаете ли, да. Представьте себе, очевидное и невероятное. Зура, расскажи, пожалуйста, вот вы с Сергеем Липенцом ездили за океан тренироваться в мексиканские лагеря. Вот насколько подготовка там отличается от всего того, что мы привыкли видеть здесь? Причем это же были сборы по боксу, да, опять же? Да, очень отличались, вот нам, то, что мы делали в России, челнок, как мы стояли, стойка, начиная от стойки, все полностью меняли. У мексиканцев стиль такой, что стой на месте, у тебя должны быть большие яйца, извините за выражение, ты должен стоять, драться. Ну, можно сказать, тестикулы. Да, типа ты не кошка, не бегай, дерись, стой, ну вот, вот как-то вот так. И в основном они, ну, они уклоняются головой очень хорошо, работают над защитой. Корпусом. Корпусом, головой убирают, вот. Вот, мне очень понравилась эта школа, и Сергею она очень подходит. А можно, а можно вопрос, можно вопрос? А куда тогда в таком раскладе делись тестикулы некоего товарища Сауля Альвареса в бою с Геннадием Головкиным? Когда он должен был встать, окопаться и драться с ним до победного? Ну да, он говорил, что он будет драться, но на деле мы увидели, что он просто, ну, включил заднюю передачу и... Он хорошо работал вторым номером, он очень хорошо действовал. Да, но он и попадал. И попадал, да. Да, но при всем при этом, опять же, где та самая хваленая мексиканская школа, олдскул, когда вышли и в кровь начали рубиться. Ну, мне кажется, что Сауля Альварес уже давным-давно вышел из этих мексиканских таких мрачных залов, он уже давным-давно такой гламурный мальчик, находящийся под крылышком другого гламурного мальчика, фотографии в женском белье, которого вот будоражили весь интернет. Я имею в виду Оскара Деллахоя. Да, Игорь Олегович уже не вспоминает, что он чемпион мира в шти весовых категориях, как бы это не важно, да. Главное, что человек в женском белье еще горел. Это вот про нас, да, отлично. Программа «Двойной удар». Так вот, Зураб, хотелось бы еще немножко поговорить про тренировки в Мексике, да, понятно, что их техника отличается от всего того, что есть там, а именно сам тренировочный процесс тяжелее, сложнее. Вот с чего он начинается, тренировочный процесс в мексиканском зале? Вот смотрите, понедельник, среда, пятница, у нас спарринги ожесточенные, не какой-то... Сколько спаррингов за тренировку? В зависимости, сколько раундов тебе надо будет боксировать. Вот, если 6-8 раундов, соответственно, ты дерешься 6 и 8. Три раза в неделю. После работы в спаррингах, это утром в основном мы спарринговали, вечером мы бегали по стадиону, срывы, спорты делали. Вот, это продолжалось на протяжении, вот сейчас Серега также тренируется, это изо дня в день. Вторник, четверг у нас пробежка в гору была и кроссфит. И вот так каждый день одно и то же, каждый день одно и то же, спарринги, 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 спарринги. Зур, а на спаррингах вы работали вот с полной выкладкой, вкладывались удары, не жалели друг друга? А защитная экипировка, сколько унцеперчатки, шлема? Минимум 14, кто-то 16 одевал. И шлема с закрытым... С забралом, да? Да. Зур, а просто еще вот какое дело, мы также разговаривали с другими коллегами твоими, да, и нашими большими друзьями, например, с братьями Чудиновыми, которые также пытались счастья и ездили в мексиканские залы. И так вот, они говорят, я думаю, что ты подтвердишь и наши слова, и их слова, что мексиканцев учат драться грязно. И они практикуют это в спаррингах в том числе. Ну, фактически такой тайский бокс, локтями с головой. Да, они локтями бьют, они локтями бьют, в ближнем бою локтями бьют, наступают на ногу, могут ударить в... В почку? В почку они обычно бьют, и бьют за затылок. В затылок? Да. А, ну, это все хорошо, просто их действительно, им говорят, вот он ударил затылок, и мутейнер говорит, молодец, ударил в пах, красавчик. Нет, такого нет, это просто грязные приемы их, и если они не могут вывести чистую борьбу, чистый бокс, то приходится вот им так вот. Причем, насколько я помню, ты пострадал от этого, да? Да, да, я на спаррингах, мне как раз рассекли локтем. А рассекли, Зураф Араян показывает нижнюю губу, да, и под ней красуется такой лютый шрам, как раз от удара локтем. И то есть, для них это в порядке вещей, да? Ну, потом извинил свой, извини, ну... Ну, извини, 7 раз локтем ударил, да, ничего страшного. Когда такая манера ведения боя, сам начинаешь так драться? Нет, 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 нет. Просто хочется, ну, наказать, только уже по правилам, а так нет, ну, зачем? Не отвечаешь никогда, да? Ну, просто опять же, бытует мнение, что вот как вот с тобой поступают, да? Да, точно так же и ты делай. Вот как, например, Сергей Ковалев, про которого пришел вопрос, кстати, на вайбер-вотсап 925-4293-2, он обещал, что в том случае, если Андре Уорд будет драться грязно, то он предложит ему примерно то же самое. К сожалению, такого бы предложил. Не увидели, не увидели. Да, бывает, сказал, не получилось просто сделать, наверное. Ну, все-таки Андре Уорд, да, это не новичок. Ну, во-первых, не новичок, во-вторых, мы как-то не увидели особых попыток самого Ковалева в такой бокс играть. Фил прислал нам вопрос, а Фил живет в Америке, то есть он не понаслышке знает, какие залы американские, телемексиканские. Задает вопрос о Сергею Ковалеве. Ковалева подписали на 4 августа против Альвареса. Совершенно верно. Будет боксировать он с колумбийским товарищем Элейдером Альваресом. У него рекорд 23 победы в 23 боях при 11 нокаутах, но это немного. Это немного, тем более для такого веса, полутяжелый вес. Но, что интересно, он победил в своем последнем поединке Жанна Паскаля. Но Жанна Паскаля в последнее время, по-моему, не побеждал только ленивый. Ну, сам Сергей тоже побеждал. Ну, да, совершенно точно. Также побеждал он Лучана Буте, который уже давным-давно едет с ярмарки. Это румыно-канадский боксер. А, ну, побеждал Айзека Челембу. Это тоже, в общем-то, ветеранистый ветеран такой, при всем при этом тоже разделим решением судей. В общем и целом, это крепкий парень, который пока еще не познал горечи поражений. Не знаю, бывал он на стиле или нет, но я думаю, что при встрече с Сергеем Ковалевым обязательно там побывает. Так что я думаю, что Сергей Ковалев фаворит в этом противостоянии. Пришел классический вопрос, Зураб. Пишет нам Евгений. Вопрос формулируется так. Чем отличается кикбоксинг от тайского бокса? Да, не удивляйся, да, потому что самые разные люди... У нас просветительная передача, просветительская. Слушают, да, и очень немногие понимают, чем хук отличается от апперкота. Так что, пожалуйста, расскажи. Ну, кикбоксинг отличается от тайского бокса. То, что в кикбоксинге нельзя бить локтями. По правилам К1 можно бить коленями. И кикбоксинг, я считаю, он более динамичный. Самое главное, в кикбоксинге нету клинча. Вот такого клинча с бросками, а броски в тайском боксе оцениваются. Вот этого в тайском боксе нет. Поэтому для публики широкой, К1, наверное, это самый динамичный формат, который интересно смотреть. Где большое количество обменов ударами, где много нокаутов и где огромное количество ярких звезд. Тайский бокс это все-таки для публики более... аудитории более вовлеченной, которая уже почувствовала вкус, что такое вообще единоборство. Вот это вот кикбоксинг, допустим, фулл контакта, это К1. А вот с клинчами это уже тайский бокс. И по-своему разглядела вот эту вот красоту тайского бокса. Потому как яркие исполнители такие, как Сайн Чай, Йо Цен Клай, Бор Канк. Да, крутые бойцы. Да, вот они показывают замечательный тайский бокс именно с красивым клинчем, с локтями и с бросками. А броски в тайском боксе, они тоже бывают весьма и весьма эффектны. Не только в вольной борьбе, где красивые проходы. Да, вот, кстати, пришло дополнение от Фила по поводу спаррингов. Вы, наверное, видели видео спаррингов Даррена Тила. Что вы думаете об этом не через чур ли? Кто не видит, я расскажу. Друзья, Даррен Тилл готовится к своему поединку со Стивеном Томпсоном на турнире UFC. Это будет, по-моему, Fight Night, если мне не изменяет память, но сейчас могу его напутать. Но самое главное, что, во-первых, они боксируют без защиты, только перчатки, ничего более, и капа. И бьют в полный контакт. Мы, кстати, видели в интернете такие ролики. И, соответственно, Даррен Тилл роняет своего оппонента, причем просто самым жесточайшим образом, более того, даже его вырубает. И вот задают вопрос Зурабу Фарайану, надо ли так спарринговаться? Мне кажется, нет. Мне кажется, нет. Нужна защита, нужен обязательно шлем, а мало ли рассечение произойдет, или какая-то травма будет, а бой на носу. В Америке я еще хочу сказать, что за неделю до боя отменяют все спарринги. И только подгонка веса, никакой тяжелой работы с гонкой веса, никаких пар. Отработка такая легкая, чтобы, не дай бог, никакую травму не получить. Подобные ролики, где ребята без защитной экипировки, только перчатки, только капы, работают в полный контакт, периодически мы в интернете встречаем, в Ютьюбе, особенно из амстердамских, нидерландских залов, где как раз принята такая жесткая работа. Ты бывал наверняка в голландских залах, что можешь сказать, вот если сравнить мексиканские залы и голландские залы, по жесткости? Да, я, к сожалению, голландских не был, но видел, приезжал Эрнест Ахус к нам, и вообще смотрел, всегда наблюдаю, сейчас Ютьюб, все это есть. Мне, если честно, это не очень нравится, профессиональный боец не должен так делать. Голова одна, ладно бы у него две головы было, они бьются, пробивают друг друга. Мы спрашивали у многих ребят, кто в Голландии тренировался, все как один говорят, что тренировки, это, знаешь, финал чемпионата мира. А зачем, зачем? Вопрос. Вот у меня тоже всегда такое возникает. Зачем? Они на чемпионате мира у себя в зале дерутся, бьются, травмы получают, а потом на ринге не могут. На ринге, когда чемпионаты проходят, они не показывают себя. Причем мы же знаем прекрасно, что очень многие такие спарринги заканчиваются реальными нокаутами, да, и как человек, которому пробили голову, потом выходит на поединок. Конечно, уже с пробитой головой. Да, и, соответственно, очень много потом люди теряют на своем здоровье. Дорогие друзья, подключайтесь, пожалуйста, к нашему обсуждению. Зураб Фараян в студии Спорт.ФМ, заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу, многократный чемпион мира. Сдавайте ему и нам свои вопросы. Вайбер, ватсап, 925-4-2-93-2. Но лучше, конечно же, звоните и высказывайтесь 499-60-60-93-2. С другой стороны, обратная сторона медали. Если заниматься во время спаррингов поглаживанием по известным местам, то боевые инстинкты и боевые рефлексы тоже не наработаешь. Как поймать эту грань? Согласен. Не надо в пятнашки играть. Надо одеть просто реально шлем. 16 унций. Хороший шлем и биться. Биться, драться. Но при этом, наверное, дозировать. Дозировать контакт, видеть, что... Ну, если ты пробиваешь смысл своего, ты же будешь уважать его, зачем его пробивать. Ну, попал ему, раз, показал, подними ручку. Ну, и дальше не добивать. По крайней мере, я так боксировал. Кто-то, наоборот, бил, чтобы он понял. Не поднимает руку, но держи тогда удар справа. Да, понятно. Если левую опускает. Так, ну что ж, дорогие друзья, совсем скоро будет небольшая пауза на Спорт.фм, поэтому, я думаю, можно еще немножечко поговорить о боксе, да, и потом уже в следующей части нашей программы уже переквалифицируемся в бойцов смешанного стиля и кикбоксеров. Да, давай спросим у Зураба. Зураб, а кто персонально тебе, по Василию Ломаченко уже поговорили, из боксеров импонирует? Мне нравится очень Террис Кроуфорд, очень техничный боец. Вот, я болею, конечно, за Сергея Липенца и верю, что он заберет свой пояс. Вот, сейчас мне очень нравится молодой Артем Аганисян, который тренируется здесь в Москве. Очень талантливый, ну, быстрый и с таким красивым боксом. Что скажешь про нашего дорогого Гасева? Ну, он вообще красавец. Он просто хороший парень, я его знаю. Мы в Челябинске вместе тренировались и в Америке встречались. Очень одаренный, хороший парень и трудолюбивый, целеустремленный. Прогнозы на его бой с Александром Усиком? Я думаю, что все-таки Гасиев выиграет. За счет более жесткого удара? Да, я думаю, его удары будут, тонаж посильнее будет, Усик будет стараться двигаться, обыгрывать. Может быть, он 3-4 раза больше будет бить Гасиева, но у Усика нет той ударной мощи. Ну, вот мы видели, Дортикас тоже бил. Бил. И много бил. И первые 4 раунда... В итоге сам упал, да. Да, первые 4 раунда только он и бил, потом сам устал и прилег. Да. Да, совершенно точно. Про Дмитрия Бивола что скажешь? Ой, мне он тоже очень нравится. Такой парень хороший прям. И у него растет от боя к бою, я наблюдаю за ним. У него больше шансов, чем у других стать абсолютным чемпионом мира? На фоне Сергея Ковалева, Артура Бетербиева, Адониса Стивенсона и прочих людей? Не знаю, мне, если честно, вот я и по любителям еще помню Бетербиева. Мне кажется, Бетербиев очень сильный боец. И может быть, кстати, и он может стать абсолютно, если Ковалев и Бивол не побьет его. Ну, логично, да, совершенно точно. Дорогие друзья, вот теперь уже настает время для небольшой паузы на Спорт.ФМ. В следующей части нашей божественной программы «Двойной удар» мы поговорим обязательно о боях смешанного стиля. Обсудим, как Алексей Олейник вновь провел свой коронный прием, как Султан Алиев, к сожалению, уступил ввиду чудовищной гематомы. Вспомним Рамазана Эмеева, как он одержал свою победу. Поговорим, естественно, о любимых... О Лиото Мачиде. О Лиото Мачиде поговорим. Поговорим о любимых женских боях Игоря Олеговича. Так что оставайтесь с нами. Двойной удар на Спорт.ФМ. Всем еще раз наш категорический спортивный, пламенный, разумеется, бойцовский привет. Как всегда, разговариваем о единоборствах, и не только о них, конечно же. По-прежнему живы и на свободе Роман Мазуров и Игорь Рязанцев. Ну и продолжаем с пристрастием опрашивать нашего дорогого гостя. Это заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу. Многократный чемпион мира Зураб Фараян. И, кстати, продолжайте задавать свои вопросы нам, которые мы озвучим нашему гостю. Присылайте их на вайбер ватсап 925-4-2-93-2. Ну и, конечно же, телефонные линии открыты 499-60-60-93-2. В перерыве мы говорили много с Зурабом о том, как он тренировался вместе с российской сборной по боксу. И у меня возник вполне логичный вопрос. Зураб, почему ты сам не перешел в свое время в профессиональный бокс и не попробовался именно как боксер? Как Сергей Лепенец, допустим? Я пробовал. Я пробовал в 2009 году. У меня был дебют в Екатеринбурге. Выиграл бой. И потом у меня был выбор или остаться в кикбоксинге, или перейти в бокс. Но не было у меня ни команды, ни возможности перейти в профессиональный бокс. Потом прошло 5 лет. Я в кике уже все, что можно было выиграть, стал самым титуловным кикбоксером и решил в 30 лет. Но это поздно. Я приехал в Америку. Еще до этого выиграл еще один бой. У меня два профессиональных боя по боксу. Но, к сожалению, одному... Ну, вот мне вот что нравится в команде Ломаченко и многих других ребят, есть команда. Одному очень сложно. Одному практически невозможно ничего сделать. Ну, может быть, примкнуть к кому-нибудь? Не получилось. Возраст. Я поздно приехал. Надо было в 25 лет, когда меня звали. Вот Вадим Корнилов меня воззвал в 2009 году в Америку. Вот тогда надо было. Ну, я выбрал кикбоксинг. И тогда только он набирал обороты. Нам рассказывали, что будет все четко, все круто. Мы ездили по заграницам, выступали, у нас сборы, все оплачивалось. И как-то я посчитал, в тот момент поговорил с людьми. И вот мы приняли такое решение. То, что сейчас Артем Левин стал вице-президентом Федерации, говорю, Организация ACB Кикбоксинг, это, наверное, все-таки поможет популяризации данного вида спорта. Чему я очень был бы рад. Да, я тоже думаю, Артем молодец, красавец. И если... Я только буду рад, на самом деле. Будем ждать, будем ждать хороших новостей. Мне очень хочется. Я люблю кикбоксинг, я болею за него. И мне хочется, чтобы он был на должном уровне. А какой тебе больше самому нравится? Фулл Контакт, Лайт Контакт, Пауэрпоинт или Кей Ван. Или кикбоксинг много. Вольные упражнения, например. Да, я сейчас вам расскажу. Я в детстве, я вообще все пять разделов выигрывал по кикбоксингу. Я в Сэмми Контакте, вот от Пойнт Файнд, я выиграл всемирные юношеские игры. В 98-м году это в Москве было, в Крылышках Совета. Потом мне было 14 лет. В 15 лет я перешел в Лайт Контакт. Мне очень нравился тоже динамичный, быстрый, скоростной, без жестких ударов. А чуть постарше стал, где-то лет в 17-18 перешел. Фулл, Фулл раньше был очень модный. Но в 2004-2005 год Фулл был очень крут. Потом в 2006-2005, даже в 2007 год Лоу Кик, номер один. Мы перешли в Лоу. Потом в К1. Потом мы с Дмитрием Ивановым взяли за дело и начали толкать и продвигать Кей Ван. И, собственно, Кей Ван занял свое лидирующее положение. А как ты вообще сам пришел в единоборство? Я сначала, знаете, как получилось? Я сначала пошел в бокс. Хотел в кик, но пошел в бокс. Пришел в зал, стал снаряды бить. Я тогда 28 килограмм весил. Это первый тренер мой, коробкин Николай Иванович. Да, 28 килограмм. То есть это сколько было лет, наверное? Это был 96-й год. Нет, мне было 10 лет. 10 лет. 10 лет и 28 килограммов? Да, 28 килограмм весил. Такой стройный юноша. Да, маленький был. Маленький, да. Так, начал бить снаряды. Дальше. Тренеру понравилось. Он говорит, ну что ты, будешь тренироваться? Я говорю, да, хотелось бы. И все, и потихонечку начали тренироваться. И через месяц, где-то месяц или два прошло. И такие среди новичков турниры были. И первый мой бой в ничью. Я так хотел победить, но и была ничья. А дальше начал выигрывать. Мне это очень стало нравиться. Я ездил по детям на чемпионат России в Сочи, проходил в парке Ривера. И мое первое поражение, у меня 17 боев было и ни одного поражения. И вот 18-й бой я проиграл на чемпионате, ну на первенстве России среди детей. Сильным ударом это было по самолюбию и вообще внутренним? Ну да, я расстроился очень сильно. Ну, в детстве, наверное, кто не расстраиваться. И, ну ничего, сделал работу над ошибками и дальше пошел. Проигрывал, ну кто не проигрывает, все проиграют. Конечно. Кроме Флойда Мэйвезера. Да. Только Флойда Мэйвезера. И кто в любителях он проигрывал. В Олимпиаде, в Атланте он проиграл. Он проиграл этому болгарину Тодорову. Серафим Тодоров. Единственный человек, который побил Флойда Мэйвезера, который может сказать, что он вписал себя в историю. Да, ну давайте переходить к смешанным единоборствам. Потому как турнир UFC состоялся. Наш дорогой друг Алексей Олейник вернулся с победой. Победил он замечательного мужчину в панталонах. Джуниора Альбини. Джуниора Альбини, совершенно верно. И победил приемом, который всего лишь два раза. В истории. В истории UFC кто-то смог сделать. Причем угадайте, кто был первый. Первым был сам же Алексей Олейник. Он был первым, а сейчас он второй, кто сделал прием. И у меня вот такой вот вопрос самим себе, да, вот нам с тобой, Роман. А почему никто этот прием не делает? Ну, видимо, не владеют. Потому что для того, чтобы прием заходил, да, он должен идти на автомате. То есть ты должен сам на него выводить. Но это не самый такой сложно постановочный, сложно координационный прием. Помнишь, мы с тобой комментировали, была эта самая проклятая канарейка. Да, была. Когда они переплелись настолько, что там чья нога, чья рука, там только вот голову было видно, чья голова где. А вот все остальное... И руку, которая стучит в знак сдачи, да? Да. Все, больше ничего, причем чья-то рука стучит, чья рука это было стучало, тоже не очень понятно. Вот так они там переплелись. Ну, ты вспомни, как легко этот прием он сделал. Да. Ну, вот, видимо, владеет навыками. Вот прием, который делал Алексей Олейник, это из Экиля, он не такой сложный. Ну, взял, обнял покрепче. Прижал. Да, покрепче. Покрепче, да. И в итоге человек сдался. Причем, но что, опять же, напрягает и волнует очень сильно. В борцовских навыках Алексея Олейника сомневаться не приходится. Он уже многократно их демонстрировал. Но перед тем, как Альбини сдался... Он накидал... Он настучал Алексею Олейнику по полной программе. Да, вот все, что бросил, все Алексей выхватил. Зураб, вот как ты думаешь, что Алексею нужно сделать в работе, да? Как бы ему поставить руки? Надо работать над руками. Надо ходить в залы бокса. А возможно ли это сделать? Конечно. Вот все-таки уже 40 лет человеку. Все говорят, что борцу руки поставить гораздо проще, чем у Зураба Фаруэна научить бороться. Да, есть такое. Но я бы посоветовал ему ходить в боксерские залы, тренироваться, научиться защищаться, уворачиваться от этих ударов ненужных и меньше получать этих сечек. Они же рассечения мешают в бою. У него, может, один план рассечения, уже сразу автоматический план меняется. Ну, просто удары, точнее, панчеры ярко выраженные, которые встречаются с Алексеем, они всегда Алексею доставляют очень много хлопотов. Ну, вспомни, последний бой с Кертисом Блетсом, да? Совершенно верно. А был еще в году, это к 2012, бой с Магомедом Маликовым, где, ну, Магомед Алексей просто выключил. Причем на первой же минуте. Ну, да, бывает и такое. И вот опять же, да, мы говорим о каких-то перспективах Алексея Олейника, и, разумеется, он захочет подняться повыше. Так он уже вызвал мужчину Вердума, который уже порхает и жалит. Правильно. Мужчина Вердум сказал, что Алексей, вот эти приемчики, вот эти вот твои языкильчики, это все работает на белых поясах, ты приезжай к нам в Бразилию, попробуй показать это все нам, мне лично. Вроде бы как согласился по Брисию Вердум, но все-таки он не ударник. Мы говорим о потенциальной возможной встрече, например, с Джуниором Дос Сантосом, который сейчас изобьет этого болгарина, да, благое Иванова, которого непонятно зачем. А он еще жив? Но пока еще, его подписали в UFC, Игорь Олегович, и он будет раз с Джуниором Дос Сантосом. Подождите, в UFC все так плохо? Спроси у Лысого. Вот, и, значит, кто там еще у нас ударник, да, даже, я думаю, Алистар Аверим будет опасен в этом отношении. Ну, Алистар Аверим, я думаю, будет супер опасен, потому что Алистар Аверим базово ударнику, что бьет, так бьет. Вот, об этом и речь, да. А представь бой с Нгану каким-нибудь. Ну, в общем, у Алексея много детей, мне кажется, вот, надо отказаться от подобных затей. От Нгану? От Нгану, от Аверима, да, и попробовать подраться и побороться с Фаврисио Вердумом, может быть, даже выступить по грэпле, но там, не знаю, как-нибудь. Мне кажется, был бы любопытным бой Алексея Алиника и нашего прекрасного Андрея Орловского. Ну, вот тоже, это было бы классическое противостояние ударника и борца, да, опять же, вот это было бы интересно. Ну, а интересно нам, будет ли это интересно зрителям? Будет ли это интересно Зурабу? Почему нет? Я бы посмотрел. Например, в России. В России бы вообще замечательно было. 15 сентября. Вообще класс. Как вариант. Друзья, что думаете? Что думаете? Кому бы, с кем бы в следующий раз схолестнуться Алексею Олейнику? Вердум уже вызван, думаю, будет пройден, но вот потенциально, если не Вердум, то кто? Не знаю, будет ли пройден Вердум или нет. Слушай, ну, хочется надеяться на лучшее. Это понятно. Надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. Давайте, да, присылайте свои, пожалуйста, варианты. Вайбер, ватсап, 925-4-2-9-3-2. Еще один бой, который хотелось бы обсудить. Два, точнее, боя. Султан Алиев. Три, точнее, боя. А ты Мачиду не считаешь? Ну... Мачиду тоже хочется обсудить. Ну, хорошо, давай тогда про Мачиду поговорим. Начнем с Мачиду. Ну, давай с Мачиду. Давайте начнем с Мачиды. Если честно, Ром, у тебя, наверное, более-таки острое впечатление, потому что тебе приходилось это все комментировать. Да. И вот это вот блуждание по октагону... Я думал, когда же это закончится, да, Зураб? Когда же именно... Когда же они устанут? Два раунда прошло, 0,0 удара просто вот. Реально, люди просто стояли друг напротив друга, немножко раздергивали друг друга, что-то там показывали, и в итоге оно все так произошло. Мачиду взял, выбросил тот самый фронткик, который, не знаю, теперь уже Белфорту будет сниться в страшных кошмарах до конца его дней, наверное. Ну, наверное, Леота Мачиды все-таки выбросил каратистский удар Майя Герри в голову, причем очень точно туда попал. Вот гениальный тайминг у человека. Попал в разрез, да, четко. Попал в разрез, попал в челюсть. Опять же, да, то есть... Если бы наверняка попал бы куда-нибудь, не знаю, в глаз, в лоб, там, не знаю, в нос, то, скорее всего, ничего бы этого не случилось. Ну, мы не можем... А тут как раз вот... Так оно и произошло. Ну и вот впечатление, да, Леота Мачиды, да, вот он выиграл второй бой подряд. Первый бой я честно считаю, что ему вытянули. Ром, помнишь, предыдущий бой? Да, конечно, да, там победа раздельным решением судей, но она такая, прямо скажем, на тоненького, мягко говоря. Да, вытянули, и вот сейчас вот этот лаки-кик в исполненном месте. А лаки ли это кик все-таки, Игорь Олегович? Да, а кик ли это лаки? Да, Зураб Райан. Мне кажется, нет. Мне кажется, он конкретно четко попал, выцелил. И я вообще вот смотрю, и мне всегда интересно, вот люди именно в тайском боксе, в ММА, они боковые удары видят, а вот прямые в разрез и снизу они редко когда видят. И пропускают вот эти удары. В тайском боксе, особенно тайцы, апперкоты, они не знали... И какие боксеры? Тайцы не знали о существовании удара апперкоты. Первое время выхватывали все, что летело снизу. Потом потихонечку научились. Это страшная удача вообще. Потом потихонечку научились. Ну, давайте вспомним, как Майк Тайсон бил, да, вколачивал эти апперкоты из-под руки. Да, опять же. Оставал всем телом, с ног столкался, да. Вот, поэтому я вот даже когда сам боксировал, я замечал и в сборной, и в любителях, и в профессионалах, все пропускают вот эти в разрез удары именно по прямой траектории. Вот прямые, майя, с руки. Вот боковые они видят, они оттягиваются, они щиты ставят, уклоняются. А вот снизу и прямые. Ну, наверное, потому что боковой, ну вот прижал руки, чуть голову опустил, и оно пришлось в перчатки. А вот когда летит в разрез, оттянуться... Тем более ты еще сам бьешь, да, и тебе вот так прямо под руку бьют туда. Ну, дело в том, что навыки уклоняться, делать нырки, это все вбивается в позвоночник в детской юношеской школе. Если тебе вот не вбили в детстве делать эти нырки и уклоны, ты в более взрослом возрасте не исполнишь это дело. А задумываться, да, ну когда у тебя тысячные доли секунды, пока у тебя там ножка летит или кулак в перчатке летит, у тебя на принятие решений времени на раздумья нет. Это должно быть на уровне рефлекса, когда ты уклонился влево, вплавал, вправо, нырнул, защитился, оттянулся. Если этих рефлексов тебе не вбили в детской юношеской школе, потом тебе это, наверное, очень сложно... Сложнее будет, сложнее, да. Трудно ставить. Вот как ты считаешь, Жур, вот эти рефлексы, их можно поставить? Ну, надо постоянно работать, от количества повторений раз. Но вообще, я с вами полностью согласен, все это в детстве гораздо лучше впитывается. И, ну, постоянно надо делать над школой. Мало кто работает над школой, все над физикой работают, над выносливостью. А элементарные вещи, вот уклониться правильно, уйти от удара. Вот многие удары, некоторые ребята проигрывают так, что вот не туда зашагивают, не туда идут, потом пропускают навстречу удары. Путаются в ногах. Путаются, баланса нету. А это все элементарно. Мне иногда, я когда смотрю, иногда мне кажется, что, ну, где школа? Неужели такой мастер не может элементарных вещей сделать? Получается, что не может. Да. А вот, кстати, Миша Тампа, наш тоже постоянный слушатель, написал, что Витару Белфорту пора на пенсию. Но он, собственно, туда и ушел. Сразу же после своего блистательного выступления Витар Белфорд взял, кинул шингарды на канвас и говорит, все, ребят, я устал, я ухожу. И это, наверное, правильно. Потому что более видеть поражение настоящей легенды вот такие, наверное, каждый любитель боевого совершенного стиля просто не в силах. Да. Решение принято. Надеюсь, что он ушел навсегда. Да. Следующие бои. Алексей Олейника обсудили. Давай о Рамазана Имеева. Ну, Рамазан Имеев, что, он большой молодец. Да, пока что, наверное, не может порадовать нас супер-мега-гига-экстра-ультра-искрометными боями. Да, как это делает, например, Забит Магомед Шарипов. Ну, а главное, что он побеждает. Да, кстати, по слухам, Забит Магомед Шарипов был сегодня в Москве. И я его усиленно искал все утро, потом весь день, потом весь вечер не нашел. Так. Не нашел. Очень жаль. Ну, что делать? Ну, в следующий раз придет. Да, Рамазан Имеев молодец. И вот Султан Алиев, к сожалению, не смог нас порадовать. Он проиграл свой поединок местному парню. Причем он проигрывал его и по ходу боя. Да, он проигрывал и ловил все, что летело в его сторону. Да, и вот то самое рассечение, которое закрыло его глаз и, соответственно, были вынуждены сняться. Я хотел вот какой вопрос задать Зурабу Фараяну. Там был женский бой. Но я не буду спрашивать, как ты относишься к женским боям, я знаю, что плохо. Естественно. Как все нормальные спортсмены-бойцы, они все относятся к женским боям плохо. Поэтому на этом внимания заострять не будем. Значит, дрались чемпион команды Нуни. И не чемпионка Ракель. Ракель Пеннингтон, да, занимавшая второе место в рейтинге. Вот какое дело-то было. Ну, ты наверняка тоже в курсе. Наверное, наши радиослушатели кто-то, может быть, и не знают, что Ракель Пеннингтон не хотела выходить на пятый раунд. Она сказала, мне уже так навешала это Аманда Нуни, что я больше не хочу. На что ей сказали секунданты, что паспорт твой у нас, работаешь ты за еду, а ну-ка пошла. Она взяла и пошла. И в итоге ее довольно жестко нокаутировали. Вопрос к Зураму Фараяну. Сталкивался ли ты по ходу профессиональной карьеры, любительской карьеры, вот с такими вещами, не ты лично, может быть, а кто-то из твоих друзей и партнеров, когда он говорит, все, вот меня так замордовали, я сейчас лягу. А ему говорят, э-э-э, нет, дружок, иди, иди. Пока ты дышишь, ты будешь драться. Да. Ну, я не сталкивался, ребята были знакомые, которые сталкивались, и вот что хочу сказать, что, вот опять же, нету команды. Вот если она говорит, что нет, уже надо было, даже до ее разговора нет, тренер должен был уже сказать, что нет. Так, мне кажется, портят спортсмена, убивают вообще, у нее нет желания. Она уехала в больницу потом, кстати, после этого. Это очень плохо, это очень неправильно, и вот ей надо разобраться в своей команде. Не, а просто вот, вот я пытаюсь понять тренера, да, вот твою спортсменку избивают просто в труху. Смысл, да, сними. Она отвечает там чего-то, но она... Но может быть, они поставили, что она продержится до пятого раунда. Квартиры заложили. И опять же сказали, Ракель, ты знаешь, мы тут немножечко квартиру поставили, твою, что ты проиграешь по итогам пяти раундов, поэтому давай иди. Проиграешь в пятом раунде. Да. Фил написал, вспомните, как Леота вырубил кутюра свичкиком. Ну вот точно так же и вырубил, собственно, чего тут. А вот он также еще написал, прокомментируйте увольнение Яира Родригеса. Тот самый Яир Родригес, который, в общем-то, ходил в таких горячих проспектах в UFC, да, проигрывал, но проигрывал топовым спортсменам. И вот тут, значит, выпал ему шанс проявить себя в бою с забитым нашим Магомед Шариповым. И что вы думаете? Яир Родригес решил открыть кирпичный завод и сказал, что нет, я не буду, мне здоровье дороже. Ему сказали, Яир, Fight Nights здесь. Да. Ну, Fight Nights пока еще здесь. Надеюсь, здесь же и останется, потому что... Очень надеемся, на самом деле. Да, у мужчин не самые простые времена. Камил Гаджиев обещал нам прийти не в четверг, а через неделю в понедельник. Очень хорошо. Как раз у ребят будет турнир. Я не помню, по-моему, в Сочи они улетают. И после турнира Камил обещал прийти, во-первых, официально сказать, что они живее всех живых. Во-вторых, не дождетесь. В-третьих, рассказать, что было интересного на турнире. Потому что бой между Магой Исмаиловым и Владимиром Минеевым я пока не сошел, как говорил Державин, одной ногой в могилу. Хотел бы увидеть. Да, совершенно верно. Это было бы очень интересно. Там еще Никита Крылов должен подраться, насколько я помню. Да, Никита Крылов, по-моему, чуть ли не с Мальдонада должен подраться. Ну, они уже давно хотят, но все-таки... Кстати, насчет Мальдонада. Насчет Мальдонада. В городе Челябинск прошел небольшой турнирчик по смешанным единоборствам. Это был финал. Небольшой турнирчик, финал чемпионата России по ММА. Всего лишь на всего сборной отбиралось туда. Какой-то местечковый. Во-первых, это любительский спорт. Где, в общем-то, выступают спортсмены, которые пока еще на мировых площадках и промоушенах не блещут. Но меня привлекло внимание следующее. Дрался там наш друг Владик Демин. У него был второй бой. Он благополучно победил своего оппонента. И вот после боя он вызвал Фабио Мальдонадо. И сказал, Фабио, иди-ка сюда, брат, с тобой подеремся. Да? Да, но не по боксу, по кику. И попросил Камил Гаджиева. Сказал, ну как попросил, он обратился и сказал, что Камил, брат, если есть возможность, дай-ка мы с Фабио подеремся. Ну, это, может, горяча сказал-то? Ну, по всей видимости, Владик был... При всем уважении. Влад был, в общем-то, в трезвой памяти. Нет, это я понимаю. И в здравом уме. Это я все понимаю. Ну, просто как бы... Я сам удивился. Все, ну, мы видели много раз, я думаю, наши зрители тоже, Влад приходил в нашу студию, что он, в общем-то, мужчина крупный. Ну, это, безусловно, да. Но Фабио Мальдонадо, насколько я понимаю, крупнее и здоровее Владика, ну, на порядке. Так мало, вот этот, у него боев по боксу профессиональному, сколько там, больше 20, и все они нокаутом закончились в его пользу. Да, также у него нокаут в сторону Федора Емельянина. Ну, практически, да. То есть, не знаю, надо хорошо подумать, мне кажется, Владу Демину, прежде чем бросать такие вызовы. Может быть, еще опыта немножко поднабраться, а потом уже боксировать. Ну, а имелось в виду, что это все-таки К1. И Влад там за счет ног как-то сможет Фабио крылышки-то пообстричь. Ну, может быть. Имеется в виду ноги. Правильно ведь, Зураб, да, что боксера надо бить ногами? Конечно, чтобы боксер, если он хорошо бьет руками и попадает эти удары, нужно, конечно, нейтрализовать его ноги, чтобы он жестко не попал. Если отсушить ему ногу, соответственно, боксеру тяжело будет ударить. Как в свое время Джабар Аскеров отсушил ноги Даню Тинькову. Да, правильно, да. Отсушил, у того удар, он уже стоять не может, как он бить будет. Бьются, удары бьются с ног, нога пробита, соответственно, все. Ногу уже начинаешь прятать, уже думаешь о другом. Да, уже, да, от защиты думаешь, лишь бы... Кстати, по поводу ударов по ногам. Вот, кстати, сейчас в последнее время такая тенденция именно в ММА, да, я не знаю, по-моему, в кикбоксинге. Можно же, да, бить в окроножную мышцу в К1? Да, можно. И вот стали бить именно туда, потому что нет вариантов для подхвата ноги. Икроножная мышца, она меньше, чем само бедро. Почему раньше так не делали? Раньше запрещали. Раньше был фут-фут, и можно было подсечку сделать. Вот если чуть выше были в любительских правилах, не давали бить профессионалов. Под завязку пришел вопрос от Миши. Как дела у Хабилова в UFC? Давно его чего-то не видно, не слышно. Действительно, Рустама Хабилова, к сожалению, пока не видать. Да, и информации тоже мы никакой не слышали. Ну, я вот, по крайней мере, да, не обладаю. Может быть, там, если что-то там в интернетах пошерстить. Совсем мало времени осталось, Зура, поэтому не могу тебя не спросить. А поединки, которые я жду с большим нетерпением, это, конечно же, бой Джоджо Петросяна и белорусского спортсмена Чингиза Лазова. Да, я тоже жду этого боя. Очень интересный, я надеюсь, будет бой. Мне кажется, мне кажется, все-таки выиграет Петросян. Петросян, да, все-таки думаешь? Мне кажется. Да, интересно, просто действительно Чингиза Лазов это боец. Крутой боец очень, он выиграл очень много турниров в Японии в К1, там, в китайский Кун Лунг выиграл еще какие-то турниры, но он с такими не сталкивался. И мне кажется, Петросян найдет ключи, как нейтрализовать его, мое мнение. Но я могу и ошибиться, бой очень будет конкурентный. Да, на то он и профессор. Дорогие друзья, к огромному сожалению, время нашей беседы истекло. Напоминаю, что в студии Спорт.ФМ был заслуженный мастер спорта России, многократный чемпион мира по кикбоксингу Зураб Фараян. Огромное спасибо, что пришел. Вам спасибо, что пригласили. Одного часа мало, поэтому заходи еще. Да, почаще. Это был двойной удар на Спорт.ФМ. Как всегда, для вас старались мы, Роман Мазуров и Игорь Рязанцев. И Маша. До свидания. До свидания.